Программа «Будики» – это программа, которая создана для каждого из нас, для того, чтобы вести здоровый образ жизни. И программа «Будики» – это даже не просто план питания, это не физические нагрузки, это целый комплекс действий, которые позволяют нам сформировать правила здорового образа жизни, что в последующем помогает нам успешно контролировать вес в течение длительного времени, а по сути сформировать привычки здорового образа жизни и уже навсегда научиться контролировать наш здоровый вес. Наверняка у каждого из нас есть изначальный предварительный опыт попыток контроля и снижения веса. Наверняка у каждого из нас есть такие попытки, поэтому мы предлагаем совершенно новый подход к тем вопросам контроля веса, которые мы испытывали ранее. Мы предлагаем программу снижения веса «Будики», которая базируется на наших индивидуальных особенностях. Мы с вами говорим о генетическом тесте. Вы можете в чате написать, как ваш опыт говорит о том, насколько мы успешно используем диеты, насколько в вашем опыте успешны все диеты, которые вы пробовали, применяли до этого момента. Я этот вопрос задаю мне случайно, потому что исследования говорят о том, что на рынке сложилась ситуация, когда предлагается огромное количество диет. Сейчас диеты предлагают и спортсмены, и диетологи, и звезды шоу-бизнеса. С диетами нас знакомят наши друзья, соседи, родственники. Но, к сожалению, соседские диеты работают соотношениями 50 на 50. Давайте обратимся к слайду, который сейчас вы видите на экране. Кто-то из нас делает акцент на том, что необходимо в нашем рационе питания сократить количество углеводов. И низкоуглеводные диеты работают, они достаточно успешны и эффективны. Но эффективность диеты с нижним количеством углеводов составляет порядка 50-55%. Это значит, что 50% тех людей, которые находились на диете, которые контролировали свое питание и прилагали все попытки для того, чтобы снизить вес, достигали успеха. Вторая половина, 50%, к сожалению, или не наблюдали никаких изменений, или набирали вес. Такая же ситуация с низкожировыми диетами, когда половина тех участников, которые эту диету использовали, действительно снижали вес с разной эффективностью, а вторая половина набирала. И это то, что нас не устраивает, когда эффективность диеты находится в показателях 50 на 50. Также стэнфордские исследования говорят о том, что есть прекрасные диеты с низким содержанием жиров. И люди, которые используют эту диету, действительно снижают вес достаточно успешно. Но также есть участники, которые используют эту диету, и вес набирают. Также есть диеты с низким содержанием жиров. И результат здесь примерно такой же. Это же показатели относятся и к сбалансированным диетам. Именно поэтому мы сейчас делаем акцент на том, что наша задача не использовать соседские диеты в соотношении 50 на 50, а уже обратиться к последним научным достижениям, когда мы с вами можем использовать диету, которая соответствует нашему генотипу. Это та индивидуальная диета, которая позволяет нам не столько достигать гораздо более высоких результатов. Но также и в последующем эффективно этот результат удерживать. Но сейчас мы с вами рассматриваем ситуацию, когда генетические тесты позволяют нам вес снизить. Генетические тесты позволяют нам отрегулировать, какой же должна быть наша индивидуальная диета. И по результатам генетического теста мы с вами узнаем, что кому-то необходимо контролировать количество углеводов в своем рационе, то есть наш организм достаточно интенсивно, активно усваивает калории, которые мы получаем из углеводов. Кому-то необходимо контролировать в рационе питание содержание жиров, а кому-то необходимо получать сбалансированный, традиционный рацион. Также генетический тест позволит нам ответить на тот вопрос, когда мы можем наблюдать тех людей, которые выполняют физическую нагрузку. Выполнять физическую нагрузку достаточно длительное время, достаточно организованно, достаточно аккуратно в этом процессе, и при этом мы не видим абсолютно никаких результатов. Ответ на эту ситуацию существует. И ответ заключается в генетическом тесте. К сожалению, некоторым из нас, для того, чтобы наш организм начал реагировать на физическую нагрузку в снижении веса, нам необходимо использовать физическую нагрузку высокой интенсивности. Некоторым из нас достаточно средней физической нагрузки. Поэтому, для того, чтобы мы с вами были эффективны в процессе снижения веса, нам необходимо получить ответ на два вопроса. Какой же должна быть наша индивидуальная диета или с сниженным содержанием углеводов, жиров или сбалансирования по составу. А также ответ на вопрос, какой должна быть наша индивидуальная физическая нагрузка. И ответы на эти вопросы дает нам генетический тест. Эти вопросы важны не только для тех людей, кому необходимо снизить вес. Также на эти вопросы необходимо ответить даже тем людям, у кого нет сейчас потребности снижать вес. И этот вопрос очень важный, потому что в свои 18-20-22 года я всегда боролся за то, чтобы, например, вес увеличить, нарастить мышечную массу. И я никогда не думал о том, что в свои 40 лет сейчас я буду находиться в ситуации, когда мне необходимо будет вес контролировать. Таким образом, программа «Будики» также будет интересно, важна и полезна благодаря генетическому тесту тем людям, у которых сейчас все хорошо. Эти люди получат ответ на вопросы, какой же образ жизни они должны вести, какое питание для них должно быть персональным, для того, чтобы, опять же, продолжать находиться в зоне оптимального веса. Поэтому программа «Будики» предлагает свои услуги не только тем людям, которым необходимо снижать вес, кто уже находится в зоне риска повышенного веса, но также и всем тем, кто в этой зоне риска не находится. Последние научные исследования показали, что наша ДНК помогает определить, как наш организм реагирует на различные продукты и их компоненты, такие как жиры и углеводы. Более того, ДНК поможет нам лучше понять, как тот или иной тип организма реагирует на пиевские упражнения. Помня об этом, программа «Будики» от Нутрилайт вместе с учеными, диетологами и экспертами по фитнесу разработала метод анализа определенного набора генов, которые обеспечивают информацию о реакции организма на еду и физические нагрузки. Простой анализ слюны в сочетании с программой коррекции веса еще больше подчеркивает уникальность подхода «Будики». Пользователь может сам достаточно быстро и легко сделать генетический тест прямо у себя дома. И все необходимые для этого материалы он найдет в своем стартовом наборе «Будики». Шаг первый. Для того, чтобы получить чистый образец ДНК, лучше взять его утром сразу же после пробуждения, до еды и до того момента, когда мы почистили зубы. С помощью прилагаемых тестовых тампонов участник должен осторожно поделить внутренние стенки ротовой полости в течение 30 секунд. Шаг второй. После этого следует поместить тампон обратно в защитную пластиковую пробирку и убедиться, что она надежно закрыта. Третий шаг. Необходимо прикрепить на эту пробирку наклейку с уникальным тестовым кодом. Всего таких наклеек 10. Одну наклейку мы клеим на первую пробирку, вторую на вторую, третью мы клеим на третью пробирку, а после этого 7 наклеек мы наклеиваем на карточку участника, мы можем наклеить на партмоне. Вот это тот код, который является кодом доступа на платформе кодики. После того, как участник программы выполнил шаги с первого по третьей, эти же шаги он выполняет с двумя оставшимися топорами. Как только на всех тампонах оставлен образец ДНК и они снова закрыты пробиркой, все их следует поместить обратно в коробку для отравки в лабораторию. Коробку необходимо надежно запечатать специальной наклейкой, которая находится внутри. Также, помните о том, и это очень важный момент, что мы рекомендуем одну из наклеек с номером, с уникальным тестовым номером. Мы предлагаем наклеить на карточку участника, и этот номер необходим для регистрации и получения доступа к функции «Мой онлайн-тренер-кодики». И, наконец, закрытую заклеенную коробку необходимо отнести в ближайшее отделение УкрПОЧ, это наш партнер, который уже предоплаченным платежом отправляет коробку с генетическим тестом в генетическую лабораторию. После этого мы с вами заходим на странички «Будики.com.ua» и заполняем уже наш план, наш план питания, физических нагрузок, образ жизни, предпочтения по питанию и так далее. Мы заполняем анкету «Разработать мой план». Последующие действия выглядят следующим образом. Мы берем образцы ДНК, находясь у себя дома. Берем три тампона, берем образцы, после этого ватные тампоны помещаем обратно в пробирки, закручиваем, наклеиваем специальный номер на каждую пробирку, который идентифицирует нас как участника программы, заклеиваем, отправляем на почту. После этого у нас отправляется посылка в лабораторию, которая находится в Австрии, в Зальцбурге. За это время мы заполняем тест. Пока потребуется нам две недели для того, чтобы посылка дошла и мы получили результаты нашего генетического теста. Мы заполняем анкету «Разработать мой план» и уже получаем первые рекомендации по здоровому образу жизни до того момента, когда к нам на нашу электронную почту придут уже сообщения о том, что посылка доставлена и результаты генетического теста готовы. лаборатория находится в Австрии, в Зальцбурге. Она соответствует законодательству Евросоюза, достаточно жесткому законодательству Австрии и соответствует стандартам И соглас выпуск. .